Как правильно заваривать имбирь для похудения, чтобы получившийся напиток был не только вкусным, но и приносил ощутимую пользу в нелегком деле, избавлении от лишнего веса. Известно, что его корень содержит полезные витамины и микроэлементы, а также особые вещества, положительно влияющие на обмен веществ. Итак, готовим полезный для фигуры чай. Для напитка понадобится небольшой кусочек имбиря, который нужно очистить и натереть на мелкой терке. У вас должны получиться 2 столовые ложки массы, половину лимона, шкурку измельчите, а сок выдавите, и 2 столовые ложки качественного меда. Сначала вскипятите литр воды с цедрой, а после добавьте имбирь. Через 10 минут кастрюлю снимите с огня, жидкость остудите, а после влейте лимонный сок и мед. Также для вкуса можно добавить немного корицы. Получившийся напиток нужно процедить через марлю, а после пить перед едой. Таким образом, вы приглушите разыгравшийся аппетит и насытите организм полезными веществами. При первом употреблении напитка могут возникнуть некоторые ощущения, например, может бросить в жар. Таким образом, организм реагирует на активацию метаболических процессов. Чтобы снизить подобные проявления, на первых парах пить имбирный чай следует небольшими порциями. На ночь имбирные напитки лучше не употреблять, особенно если сегодня вы переволновались. В противном случае можно спровоцировать бессонницу. Заварить имбирь с лимоном для похудения можно и так. Возьмите 1 корень имбиря длиной 10-12 см, 10 небольших красных яблок, цедру и сок 2 лимонов, 1-2 палочки корицы, либо 1 чайную ложку с горкой порошка. Очистите корень и порежьте кружочками. Яблоки разделите на четвертинки, а с лимона срежьте цедру. Все ингредиенты поместите в кастрюлю с 2 литрами воды и доведите до кипения, а после варите в течение 5 минут. Снимите посуду с огня, остудите и процедите. Примерно через час, когда жидкость будет теплой, влейте выжатый из 2 лимона в сок и добавьте немного меда по вкусу. У вас получился прекрасный витаминный коктейль, который не только поддержит ваш иммунитет, но и уменьшит аппетит и поможет вам бороться с чувством голода в вечернее время. Два в одном – имбирь и зеленый кофе. Известно, что необжаренные бобы обычного кофе помогают в борьбе с лишним весом. Для напитка возьмите 2 чайные ложки молотого зеленого кофе, смешайте с таким же количеством тертого корня и приготовьте напиток в турке или френч-прессе. Получившийся ароматный напиток пейте, как обычный кофе, без добавления сахара или молока. Только в этом случае вы добьетесь максимального эффекта похудения. Конечно, вкус кофе с имбирем многим может не понравиться. В этом случае попробуйте добавить в напиток корицу, гвоздику или немного свежевыжатого лимонного сока. Узнайте о том, как заваривать имбирь, чтобы похудеть на 1 кг в день. Совместите пользу корня и силу зеленого чая. Напиток окажет мочегонное действие, то есть выведет из организма лишнюю воду. За счет этого вы потеряете 1-2 кг. А если заменить имбирным отваром ужин, а также употреблять его перед завтраком и легким обедом, за 3 дня вы вполне можете похудеть на 2-3 кг. Заварите чайную ложку зеленого чая, после добавьте в чайник мелко нарезанный корень имбиря, 1 столовую ложку, а также специи, корицу и гвоздику по вкусу. Подсластители в этом случае лучше не применять. Дайте постоять полчаса и пейте перед каждым приемом пищи и в течение дня, когда почувствуете голод. Конечно, применение только имбирного чая вряд ли поможет вам избавиться от большого количества килограммов. Но в сочетании с диетой или правильным питанием напиток способен творить чудеса. Лишний вес будет уходить медленно, но верно, и вскоре вы станете обладательницей той фигуры, о которой всегда мечтали. Легкого вам похудения, красоты, здоровья и молодости. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok